На первый взгляд новое здание. Ничего особенного. Два этажа, пластиковые окна. Это дом для детей-сирот. Квартиры тут они получили по государственной программе. Но впечатление оказывается обманчивым. В 2013 году здание бывшего РЭС перевели из нежилого в жилое. Заселили 26 семей. На сегодняшний день все квартиры пусты, кроме одной. А семь вообще непригодны для жизни. В 2014 году по решению суда дом признан непригодным для проживания. В нем нет централизованного отопления, канализации и водоснабжения. Отапливаются помещения с помощью электрокотла. Внутренний вид квартир оставляет желать лучшего. Потолки держатся на креплениях, стены заплесневели и ходят ходуном. По закону устранять неполадки должен подрядчик. В данном случае фирма Аян, которая уже давным-давно банкрот. Местные же власти не знают за что браться. Реконструкцией они заниматься не имеют права. Дом является собственностью Министерства соцзащиты. Мы хотим определить дальнейшую судьбу здания. То есть какая будет его дальнейшая судьба. Будем ли мы доводить его до нормативного состояния. То есть каким путем. То есть строительство инженерной инфраструктуры. Либо какими-то другими методами. Этот дом также не стоит на балансе в управляющей компании. Мусор приходится вывозить местным властям. Можно сказать бесплатно. Долг за коммунальные услуги почти миллион. Глава республики на объект прибыл лично. Осмотрел помещение, поговорил с местными жителями. И пришел к однозначному решению. Сейчас будет проектирование по сетям. Будет подвод тепла и воды. Соответственно дом будет уже полностью благоустроен. Также будет сделан дополнительный анализ внутренних помещений. В любом случае мы доведем дом до ума. И обеспечим его правильное содержание, эксплуатацию. Его эксплуатационные параметры. Администрация района выделила жилье лишь для трех семей. Где сейчас живут остальные сироты неизвестно. Но муниципальные власти надеются на то, что совсем скоро они вернутся в свои квартиры. Екатерина Иллистратова, Вячеслав Батоев. Новости дня. Кяхтинский район.